Какое-то абсолютно невероятное блюдо у нас появилось. Пальчики оближены, если хотелось. Но помимо абсолютно невероятных блюд, или как это правильно сказать? Давай сразу перейдем к тому, что сегодня, напомним, день абсолютно невероятных детей. И мы же не можем говорить о этих детях, не общаясь с ними. Вот прямо сейчас на связи у нас уже первый гость, который, конечно же, невероятен во всех, мне кажется, абсолютно. И в описании, и в делах, во всех абсолютно ипостасях, вундеркинд из Ростова-на-Дону, учащийся лице классического элитарного образования, Михаил Попов. Миша, доброе утро. Здравствуйте. Михаил, ну были вы у нас уже гостем на нашей программе, помним ваш яркий визит. И сегодня хочется телезрителям, которые вполне возможно, ну мало ли, вдруг такие еще остались, которые никогда вас не слышали и не понимают, а что значит ребенок вундеркинд. Вот напомните им, вот этим особенным людям, в чем же ваша уникальность? Ну, обычно, когда говорят обо мне, говорят о том, что я хорошо разбираюсь в истории. Благодаря этому я побывал на многих телепередачах, включая эту. И сейчас я выступаю за 11 класс во Всероссийской Олимпиаде школьников по истории, при том, что я сейчас нахожусь во 6 классе. 5 классов вверх, фу, вот так вот сразу же. А как так получилось, Михаил? То есть это какая-то дикая любовь к истории или дикая любовь к школе своей, которой хочется все-таки помочь? Или дикая любовь к 11 классу. Ну или так, да. Ну, во многом, в большой степени это и любовь к истории, и к школе, которая, безусловно, помогает во всех начинаниях. Насчет Олимпиады, насчет всех этих довольно-таки тяжелых в 6 классе соревнований. И потому на этот вопрос ответить довольно-таки сложно. Кстати, Михаил сказал, что он выступает за 11 классы в Олимпиаде. Мне кажется, что, несмотря на то, что вы ученик 6 класса, тем не менее, вы же как бы в 11 там чуть-чуть, получается. И нет-нет, да, мысли о будущем, возможно, уже возникают. Есть какие-то планы по окончанию школы? Какие-то вузы уже выбраны определенные, куда стремитесь попасть? Или, может быть, сразу в бизнес? Вот какие у вас грандиозные такие? Ну, я думаю, скорее всего, когда я буду находиться не только мысленно, но и по факту в 11 классе, мне будет виднее пока строить какие-то планы рано. И, ну, будь как будет. Ты посмотри, Михаил прям будущий президент. Как он красиво обходит острые углы, как он красиво отвечает на все наши вопросы. И вроде бы ответил, а вроде бы и, по сути, ничего и не сказал. Мол, догадайтесь сами. Михаил, ну, с момента нашей последней с вами встречи прошло, ну, уже даже больше, чем полгода. Практически целый год. Помимо интересов в области истории, какие-то новые еще появились у вас? Да, я скажу честно, не то, чтобы сильно получилось. Довольно-таки большое количество времени я трачу на подготовку к Олимпиаде. И, следовательно, на какое-то новое увлечение, какие-то нового увлечения практически не хватает. А когда вот был период самоизоляции, я уверен, вы продолжали дома заниматься своим повышением уровня образования и так далее, и так далее. Но не хватало ли вот этого вот общения со сверстниками, общения со старшими классами вот в плане какой-то конкурсной такой вот олимпиадной истории? Или все-таки вы были настолько погружены в домашние учебные процессы, что было вообще не до этого? Ну, знаете, вообще, честно говоря, за время самоизоляции, которая, насколько я понимаю, была в прошлом году, вы же ее имеете в виду? Слава богу, других не было, Михаил, да, ее, конечно же, да. Ну, вдруг были еще какие-то. Безусловно, хотелось больше общения, но все же в школу мы приходим не только за общением, но и за знаниями, а знания я все равно получал. Если честно, мне кажется, сейчас Михаил думает, когда уже они закончат, мне нужно идти дальше в школу, мне нужно учиться, мне нужно получать еще больше знаний. И готовиться к олимпиаде по истории. Миш, вы классный, вам удачи, побед, завоевывайте все вершины Олимпа, доходите до той самой точки, до которой хотите вы сами. И вообще, в целом, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Удачного дня! Спасибо, да, до свидания. И как мы обещали, теперь наш маленький, ну как маленький сюрприз, я считаю, это грандиозный сюрприз и большой подарок для всех жителей Ростовской области – смотреть на наших невероятных детей. И уже после Михаила у нас появились две другие красавицы в студии – Маргарита Ромашко и Мария Секелинда. Обе они воспитанницы гимназии номер 45, ученицы 10 класса, между прочим, они еще и одноклассницы, и подружки Маргарита и Мария. Доброе утро! Бонжур, а с вами молодцы! Доброе утро! Если бы Ирина перед этим не сказала «доброе утро», все бы подумали, что они сказали, они же сказали не по-русски. Насколько нам известно, вы в совершенстве, говорят, владеете двумя языками, помимо русского – это английский и французский. Смотри, какая зависть! Вопрос не с подоплекой, а так ли это? Ну-ка, раскрыйте нам что-нибудь по-французски, по-английски. Вопрос, а почему? Как получилось так, что именно эти языки, именно вы вместе и в совершенстве владеете, вот, к 10-му классу? Отлично! А наша школа, как известно, социализируется на французском языке, и я сказала, что это был полностью наш выбор. Нас отправили сюда родители, но сейчас я думаю, что наше решение с французского вообще невозможно. Это просто любовь к языку, и так получается. Просто получается. А было когда-то такое, что вот вы говорите на французском, и думаете, блин, слишком он какой-то романтичный, я бы какой-нибудь там нихт немецкий хочу, что-нибудь такое вот посерьезнее, посуровее, или все-таки вот французский он такой один любовный, романтичный и на всю жизнь? Ну, французский язык, он очень красивый, мелодичный и милитворческий. Ну, я в том числе, это вокал, театр, пение, и французский, она прекрасно вписывается в наше амплуа, так сказать. Я не применял. А вот, кстати, поскольку вы знаете, ну, помимо русского, еще английский, французский, у меня такой вопрос. Вы когда, ну, допустим, общаетесь между собой, бывает такое, что в процессе разговора у вас нет-нет, да и какие-то французские слова проскальзывают, английские, вы даже не замечаете, а потом такие, о, боже мой, я сказала на французском. Да, постоянно, из-за этого очень тяжело общаться с друзьями, которые не знают французский язык, потому что ты быстрее вспоминаешь слово на французском, чем на русском языке. А какое все-таки чаще проскальзывают у вас, русские слова или английские? Или французские. О, или французские, да. Французские, да, потому что английский второй язык. Английский это, да, это... Он как бы третий, первый русский, я не хотела напоминать, но как бы так сложилось исторически. Если что. Кстати, Маргарита победитель Олимпиады регионального этапа по французскому языку, может быть, по этой причине это французский на первом месте, а Мария столицкая мусс-театр на базе гимназии, тоже, по всей видимости, столицко-французская, да, какой-то театр у вас? Да. Девочки, давайте завершим эту прекрасную встречу, нашу с вами, нашу беседу, какой-нибудь легкой французской песней, а мы тут с Геной послушаем. Спасибо. Мы вам представим песню из знаменитого французского мультфильма, «Монстр Париж» и «Ля Сен». Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.